Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Очередная партия... Ой, давайте поправим вебочку, что-то она в сторону. Очередная партия в Красную Смерть. Мне выпали аморальные ученые. Все боевые юниты могут разворачивать щиты, которые дают плюс 10 к боевой мощи во время обороны. Также дают полный иммунитет к урону от воды, красной смерти и ядерного оружия. Щиты действуют в 4 хода и восстанавливаются в 6 ходов. Кроме того, все юниты лечатся в 2 раза быстрее. Ну, раньше в прошлых партиях я играл, в принципе... Я за них не играл, а вот у соперников было нечеток. Так. Давайте думать, куда мы пойдем. Наверное, этим я вот сюда пойду, потому что тут как раз речка. Чтобы не перепрыгивать. Так, ну и поселом, давайте... Вот, если жарко... Ты впервые играешь, и тебе неправа фракция, за которой сложно играть, сочувствуй. Это какая? Зомби. Да что там, просто за мозгами бегай. И жири. Не, играть не сложно, но сложно против других игрок проводить. Ну, я, конечно, опасненько тут сейчас по селам хожу. Прямо скажем. Что-то вообще не видно руинок для сбора. А, вот, кстати, река. Не река, что если море. Отлично. Поплывем по нему. Давайте я, наверное, сюда буду подходить тогда тоже. О! Так, ну неплохо. Это уже немножко лучше выглядит ситуация, чем прямо в начале было. Тут сможем. Сначала соберем. Сразу высаживаемся. Не знаю, может, хотя... Давайте я щит сделаю, чтобы... Не было урона от воды. Соберу и, наверное... Так, я не знаю, наверное, я... Этой штукой вниз поплыву. С поселенцем я подумаю. Но если поселенцы, я тоже на воду спущу. Просто по воде они быстрее двигаются, чем по суше. Так, четыре хода у нас есть по воде побегать. Опыт. Ну, это так себе. Честно говоря. Так, давайте-то пока так смотреть. Что-то больше пока не находится. И соседей не видать. Тут я хочу поселенцам вообще туда поплыть. А, и плута, защищай своего посела. Потому что если посела захватят, то все, ты проиграешь. Туда пойдем. Так, а где у нас сейчас прилетели? А, это, знаете, что? Это, наверное, антигерои, кстати, поставили. Скорее всего. О, тут варварцы. Это надо идти забирать. Так, тут уровень. Игнорирует штраф движения по лесам. Да, это просто к боевой мощи возьмем. Ну, тут щиты помогут выстоять. Тут повышение будет. Отлично. Так, это у меня уже третий ход. Ура, нам тут где-то, по идее, сейчас должно быть... Должна быть какая-то территория. Ну, еще варвары. Ну, в лагерях варваров тоже мы можем юнитов получить. Поэтому... И причем очень неплохих. Вертолетик. Это круто. Я, наверное, вертолетиком вниз полечу. Тут уровень. Атакуем. Мне надо было отойти, наверное, и сюда встать. Как тупанул. Чтобы можно было следующим ходом спуститься на воду. О. Так, островок. Ага, и там варвары. Отлично. Ну, тут как бы сейчас бы не потерять, конечно, посила. Щиты разряжены. Высаживаемся. Я не могу сейчас походить, да? Точнее, как будто там кто-то есть. Как будто я слышал, кто-то... Ходит. О. Ну, я, наверное, его не буду атаковать. И, собственно, вниз, наверное, можно и не ходить. Получается. Красный снизу. Так, а те же тут будут варвары. Нужно фасткликать. Вдруг тут реально кто-то был. Мне надо почву защитить. Ну, вроде не видно никого. Так, давайте тут включим щит. Тут тоже. О, будем фасткликать. А, он даже не сможет забрать. Я заберу этот город. Блин, откуда ж варвары пришли? Фасткликнем, короче. Тем не менее, вдруг он где-нибудь с другой стороны стоит. И надо туда вверх идти, искать все. Снизу красный явно все собрал. О, какая-то команда. У красного где-то робот. Человекоподобный должен быть. Так. О, блин. Я стал смертью, и уничтожитель мира. Кстати, это может антигерой расставлять. На самом деле. Блин, чё так больно. Блин, боюсь, часто говоря. Ладно, попробую забрать. Кто не рискует, как говорится. Так, сейчас посмотрим. Это ловушка была антигероев. Ой, это не антигероев, а... Или антигероев? Да, антигероев ловушка была. Фак. Ну, зато вертолетик еще. Тут мне главное не потерять сейчас посила. О, я, кстати... Да, только у меня тут разделены. Знаете что, давайте мы поведем все эти юниты сюда. Надо все их вместе в один кулак собрать. Все-таки... Опять опыт. Да что ты будешь делать? Плюс один к перемещению. Не хочу их разделять. Тут очень плохо это... Может закончиться. Тем более, что у меня есть возможность спасаться от Красной Смерти моими щитами. Смотри-ка, плывет ко мне. Блин, что за фастклик произошел? А что такое? Ну, антигерой ловушку поставил, а потом мы его поймал. Посила. Да, быстро. Да. Блин, еще я одним юнитом это все сделал. Тут было бы классно. Тут было бы... Смотрите, сколько тут не собрано еще. Кстати, а где боевой робот? Ага, вот он. Так, кстати, карта прикольная. Сгенерировалась. Тут у антигероя дофига юнитов. Ну. Пожадничал. Ну, если я тут фасткликнул, успел бы убежать, то было бы... Но я не знаю, почему он успел высадиться здесь. Честно говоря. По-моему, не очень честно. Да, у зомби большие проблемы. Фанат вроде норм. Выживальщик норм. Ну, все остальных норм. Вот, мне кажется, у зомби... Есть проблемы, только... Сейчас будем следить. Уже два посела откуда-то у красного. У желтого это два, потому что он у меня захватил. М-м-м... Получается. Не, вот тут мы были. Вот тут мы были. Видите, тут ничего. Не, тут есть еще три города, но территория не в зоне, и мы бы разделились. Поговорим, одна сюда бы пошла, я бы туда пошел. Способности других фракций. У антигероя будет плюс 10 к боевой мощи в трех клетках от границы безопасной зоны. То есть, в конце игры это очень хороший бонус. У фанатов просто всегда плюс 5, но при этом они еще и ядерку могут кидать каждые шесть ходов. У сектантов плюс 3 к обзору, и есть огромный боевой робот. Плюс 3 к обзору, кстати, классная штука. Быстрее собираешь все эти руинки. Зомби просто ходят, и когда убивают, получают новый юнит зомби. А из всех руинок новый юнит зомби, когда когда-то убивают... Ну, конечно, у них тут уже две армии имеются. Но мне кажется, все равно зомби как-то пока слабовато. И скитальцы каждый ход могут... Открывать, показывать ранее исследованные клетки. И быстрее перемещаются по лесам, тропическим лесам и холмам. Ну, на такой карте это... Так себе бонус просто, потому что здесь большей частью острова. Ну, с другой стороны, ему повезло, но тут один на этом острове получается. Вот тут столкновение фаната и антигероя. Ну, здесь просто сектанты высаживаются. Здесь тоже все собрано уже. Ну, вот у скитальца тут один район... Ну, правда, мне тут два лагеря воров, так что тут скитальца тоже сейчас соберется. Скитальца в хорошей ситуации, он просто ни с кем не дерется здесь. Никого рядом нету. Но он, правда, скорее всего, может сейчас тут высадиться под фаната. Этот, скорее всего, антигерой положил груз. Да, интересная ситуация. Наверное, самая слабая фракция вот на этой карте получилась у скитальца, но у него и самое лучшее пока расположение получается. Вполне может себе спокойно там собирать и не лезть никуда. Так, тут антигерой отступил. Антигерой, конечно, стоит от границы играть, потому что он там плюс 10 имеет, это очень хороший бонус. Красный уже на этой территории ничего не найдет. Робот, кстати, лечится у них тут... Я не понял, как-то по-особенному надо почитать. А, зарабатывает повышение, когда ближайшие юниты-сектанты добровольно приносят себя в жертву. Интересно. Но у него только одно повышение пока. То есть они молятся огромному боевому роботу. Блин, раз статуя свободы, два статуя свободы. Что-то в этом мире слишком много статуй свободы. В постапокалипсисе. Может, так сказать, из-за этого и произошла война, что они тут... Наша статуя свободы круче, нет, наша... И все, и понеслась. Мне кажется, у сектанта еще не очень ситуация. Он, получается, он зажат между всеми. Тут антигерой поджимает, тут зомби, а тут скиталец. Опять ядерка полетела. И в кого? В зомби. Интересное решение, честно говоря. Ну, он там видит два юнита. С другой стороны, о чем эти... Он не может эти ядерки копить. У него она появилась, и все, одна есть. Ему надо ее сбросить и через шесть ходов следующую бросать. Не знаю, может быть, бы и на этих... Варваров бы скинул, чтобы быстрее забрать лагерь. Зомби, кстати, в Красной Смерти меньше урона получают, чем все остальные. Вообще, по идее, сейчас... Вообще, наверное, мне кажется, вертолетом можно было бы это забрать. Не знаю. А с другой стороны, если зомби сейчас его проатакуют... А, посмотри, зомби уже походил. Зомби, убивая юнит, полностью вылечивается. Так что тут есть проблемка все-таки у фаната. Ему надо убирать... Высаживаться вертолетом. Этого спускать на воду, пускай он умрет на воде. Он умрет на воде, но зомби не вылечится. Нет, он решил отступить вообще. Но этого ты хотя бы спустишь на воду. Да. Так, тут антигерои. Тут у нас как... А где робот? Видите, у Красного разделились юниты. Я считаю, что это не очень хорошо. И тем более, что у него еще и робот вообще отдельно. Практически от всех. Хотя у Красного много юнитов. Так, здесь... Скитальцы собирают все... Собрали уже все лагеря варваров. Ну, тут еще вот этот... О! Там кто-то на ловушку антигероя нарвался. Да. Фанат. Тут сейчас фанат потеряет много юнитов, я думаю. Зря он туда... Зря он туда... Так летел. Хм... Тут реально вот все прополисосил. Скитальцу именно с местом повезло. У него свой остров отдельный от всех... Получился. Вода тут эвакуируется. Ну, кстати, неизвестно, где зона еще будет. Следующим... Нет, через два хода. Будет известно, где новая зона. Так, следующий ход. Тут антигероя мочат. У него тут один юнит. Не, даже два было. У него юниты, я думаю, что... Этого, скорее всего, да таки убьют. Тут он, интересно, куда-то... Плывет. А что он туда плывет, интересно? Ну, хочет тут спрятать как-то поселы или что? Или он думает, тут какие-нибудь территории могут быть? Так, что у нас с зомби? У зомби проблемы, конечно. У него четыре юнита всего. И все они ранены. И он пока... Они не лечатся. И плюс... Вообще, они каждый ход... На самом деле, если они не прокачаны, то каждый ход они получают минус здоровья. Вот этот точно умрет. Я не знаю просто на что это прокачано, но вот этот умрет точно. И вот этот, видите? Ну, он, хотя бы, может захватить этот лагерь и вылечиться. Но тут есть проблемы, короче. Вот, видите, умер зомби. Так, новая зона пока нормальная. Блин, фанаты, еще на одну ловушку. Все ловушки. Ну, я тоже собрал ловушку антигероя. В общем-то. Так, ну, скиталец всю карту не видит. Он, наверное, все-таки решит, скорее всего, плыть сюда. Он-то не знает, что тут все сейчас находятся. Если бы он видел карту, я бы на его месте, конечно, просто тут сидел. И бегал бы, пылесосил территорию с появляющимися новыми варварами, например. Подобрал три дропа, все три ловушки. Везет. Так. Ну, в принципе-то... Танки, ядерки, РСЗО. Ну, вот, мне сложно сказать. Я могу, опять же, повторю, что у зомби большие проблемы, а все остальные фракции вроде неплохо выглядят. Хотя, наверное, фанаты еще тоже, у фанатов еще проблемы. Да, зомби и фанаты, скорее всего, точно минус. А вот антигерои, скитальцы и сектанты будут в финале бороться. Хотя у сектанта немножко проблема в том, что он разделил свои войска. Причем... Так, ну тут зомби надо как угодно убивать. Ну, этот тоже следующим ходом, походу, умер. А, смотрите-ка, вылечился. А, у него прокачка взята. Видите, он смог взять прокачку. Да, наверное, он следующим ходом все-таки вот эти два юнита вылечит. Хм, здесь скиталец зомби ждет. Да, у фаната 5 юнитов. Плывут, сейчас урон получают, а он тут... Да я даже не знаю, куда ему высаживают, он тут высадится и встретит... Скитальца, и там вот скиталец его добьет, скорее всего. Я, наверное, все-таки ставлю, что следующий вылетит фанат. В зомби тут еще есть какие-то возможности выкарабкаться? Пока, тем более, чтобы никто из соперников его вроде не прессует. Посмотрим. О, видите, убился об зомби, и тут и вылечился, и получил нового юнита. Отлично. А вот это он, мне кажется, зря сейчас сделал. Надо было вот этим убивать, чтобы он вылечился. Так, ну тут немножко восстановил. Поэтому и говорю, что фанат скорее раньше. Ищи. А тут, видите, не повезло, ушел юнит. Ну тут, наверное, сейчас зомби соберет просто домик и тоже плюс к зомби получит. Так, а фанат, фанат, фанат сейчас проиграет, потеряв на воде, посела невозможно захватить. Так что тут совершенно не страшно, что антигерой плавает среди фанатов. Он на воде, посела не захватываются почему-то. Не знаю. А он не добежал? Немножко не добежал. Блин, если Варро сейчас сюда встанет и обстреляет, то минус зомби. И, соответственно, незащищенный поселенец. А тут сейчас вообще приедет. Сейчас может скиталец приехать и убить. Если зомби не успеет прыгнуть. А, он убил, да, повезло. Вот сейчас зомби повезло. Просто повезло, что этот юнит решил сюда прыгнуть и убиться. Да, фаната, правда, он даже решил не плыть туда, не высаживаться. Ну вот у него один поселенец очень раненый. Думаю, тут сейчас антигерой его добьет. Да, зомби немножко остановился. Подвезло ему. Так что у сектанта идет эвакуация на континент антигероя. Ну вот я поэтому и говорю, что в лучшей ситуации скиталец, видите, тут к нему максимум вот эти юниты сектанта. Сектанта, их всего два, я понимаю, что робот сильный, но если скиталец соберет все свои юниты, он юнита, он робота завалит. И тут у него нет проблем никаких. Больше тут сзади к нему никто не подберется. А вот у антигероя с сектантом основные юниты как раз здесь будут сталкиваться. Сейчас глянем. Ну и минус фанат, очевидно. Да. А, слушайте, еще один, вот где посел еще один. Черт, я думал это все. Все, где-то фанату еще с поселенцем повезло. Хе-хе-хе, блин, все. Вот это невезуко. Фанат, вот это ты невезуко, конечно. Да что-то вообще. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Как ты проиграл? А он поселом своим высадился ровно под чужой юнит. Перед моим носом просто такой посел выплывает. Да, это зря. Это не игра, это невезение слышно. Так. Ну вот вертолетику надо, конечно, от зомби сбежать. Я не понимаю, как могут зомби до вертолета добираться. Наверное, строят... А я думаю, ты сейчас всех ядерками закидаешь. Строят эти... Живые лестницы из плоти. Да, вот тут сейчас быть интересно, когда сектант приедет. А тут не очень интересно. Тут, я думаю, просто... Разберет. А, слушайте, еще какие-то юниты тут. У сектанта появились? Нет, тогда ладно, еще не так уж. Не так все и плохо. А если у сектанта какая-нибудь ядерка еще есть... То он может... А, конечно, ты груз кинулся. Не хватает, а, герой. Так, тут зомби ходит, тут зомби ходит. Так, кто-то нарвался на груз. Вот черт, я случайно вышел. Случайно вышел из игры? Да, главное, меня нашел вместо того, чтобы наблюдать. А, в этом плане. Пал жертвой красной смерти. Аморальные ученые. Ну, мне интересно, вот как все-таки тут будет скиталец действовать. Тут вопрос, проблема в том, что сектант его точно видит. Потому что он на три клетки вперед. А вот видит ли его скиталец сектанта... У меня бы, я бы... Не знаю, правда, еще видит ли скиталец этого... О, я помню. Это он эти... Использует свою способность показывать ранее исследованные клетки в течение одного хода. Так, ну тут вот антигерою, конечно, полечиться бы. Тут зомби бы объединить свои силы. Ему надо вот этих и вот этих как-то либо прокачивать, либо в армию. Объединяйтесь уже прокачанными. Видите, вот тут вот без прокачки. Ему надо эту прокачку, чтобы не умирали юниты. Каждый ход не получали урон. Вот, вот антигерой засветил всю армию сектанта. И, наверное, возможно, будет ждать ее. Будет сейчас вот следить за ним, скорее всего, где она не высадится. Можно воду бросать? Нет. Антигерой захотел вот сюда вот... Ядерку бросить. Значит, мы знаем, что у антигероя есть ядерка. Тоже надо иметь в виду. Но я думаю, что сейчас просто его проследит за красным до... До того, как он выйдет на сушу и туда бросит ядерку. А, красный решил рассосредоточить сектант. Вертолетик рискует в окружении зомби. А, ведь он тут все-таки бежит за ним. Так, а куда робот делся? Неужели коричневый робот уничтожил? Вау. Да. Сектант без робота, походу. Если, конечно, у него нету способности невидимым становиться, я не знаю. Я просто не хочу спрашивать, знаете, потому что это все остальные тогда узнают. Возможно, тут какая-то есть способность у робота. Просто тогда и наблюдателю не видно. Если он невидимый. Даже наблюдателю. Но, по-моему, выглядит все-таки скиталец смог сектанту робота завалить. Новая зона. И, в принципе, все на этом контину... Ну, пока я бы... Опа! Спасибо за игру. А вот тут это поворот. Да. Блин, все-таки... Что случилось мне интересно? Все-таки каким-то образом потерял он тут своего посела. Странно, тут было два зомби с защитой. Видимо, пулеметной роты хватило убить. Так, тут минус-поселенец будет у антигероя следующим ходом точно. Но у него и так их дофига. И тут, кстати, минус-поселенец. Ну, вот теперь к этим скитальцу вполне можно и переплывать на этот континент. Явно зона будет схлопываться здесь, на нем. И тут, так как уже зомби сверху нету... Ну, конечно, он не видит, что их нету. Но, в принципе, здесь есть плацдарм для высадки. На этом осталось только вот этих варваров собрать. Тут он вообще может очень спокойно всех вот этих сектантов убить. О! Блин, по-моему, доступное ядерное устройство было написано. Он ядерку там собрал. Да, походу, минус все-таки... Минус робот. Который, кажется, очень неплохо выглядит. Смотрите, у него уже... Раз армия, два корпуса. Три армия. Есть еще вертолет. То есть еще можно будет в армию собрать. Пайонит там выглядит, что скитальц больше всех собрал. Наверное, на втором месте сектант. Ну, где сектант и антигерой вместе. Но тут у сектанта проблемы в том, что антигерой сейчас как раз рядом с зоной, с границей зоны. У него будет плюс 10. Это очень тяжело. Я вот даже сказал, что тут у всех проблемы. То есть... И выглядит в конце игры антигерой выглядит очень сильно. Так что, думаю... Можно на него поставить. В переходе хода успеет ли он убить этого пехотинца? А! Не успеет. Ему, конечно, надо было просто сюда подойти. Тут выстрелить по пехотинцу. И, скорее всего, убил бы его. Не смог тут, короче, скитальц ничего сделать с юнитами. Так, а у сектанта... Нет, два посела. У сектанта два посела. Как минимум. Минимум два... Тоже три посела. Но этот может не успеть приплыть. Вот там красная зона накроет. Да, короче... Я думаю, что в финале все-таки останутся скиталец и антигерой. И здесь уже зависит результат от того, как больно будет сектант драться с кем-то из них. То есть, скорее... Ну, выглядит так, что, скорее всего, сектант все-таки с антигероем будет сейчас сталкиваться. И с какими потерями выйдет антигерой из этой битвы. Вот скиталец тут очень... Вот именно очень хорошее место. Просто... Просто сиди сейчас отсиживайся вот здесь. Не лезь на рожон. Тут можно собрать еще этих варваров. Вот это, по-моему... Это, скорее всего, от... Антигероя посылочка. Это, скорее всего, ловушка. Как и эта тоже. Видите, тут красная вообще обходит вот эту ловушку. Но ее не берет. Хотя вот это может быть и настоящее. Жалко непонятно. Что ловушка, что нет. Ну, нам, как наблюдателям. Да, сектант, и везде. Ну, сектант, опять, тоже много юнитов. Все-таки. Но скиталец посильнее выглядит. Потому что у него эти юниты армии и корпуса. Кто-нибудь слышит? Да. Сейчас, да. Если ты что-то до этого говорил, то нет. Ну, понятно. Я думаю, что меня все игнорят. Три хода до схлопывания зоны. Еще варвары. Еще играть будете? Имеет смысл оставаться или нет? Я нет. Я тут же нет. Так, у антигероя 4 посела. Ну, парочку он уже потерял плавая. Ну, ладно, тогда удачи все. Ну, 4 у него 3 осталось. Ну, нормально. Много поселенцев. Да, спасибо за игру. Я на месте скитается просто здесь посидел, полечился. Тут сейчас будут антигерои с сектантом сталкиваться. Слушайте, не выдержал, не выдержал все-таки сектант. Столько стоял ходов вокруг ловушки и не брал. Я думал, он такой решил, а вдруг не ловушка. А это все-таки ловушка. Не угадал. Еще кое-что на одну. Блин. Ну, осталось вот это. Еще вот здесь сюда нарвался. Так, следующим ходом новую зону увидим. Но я думаю, что она будет куда-то вот сюда все-таки сходиться. И, в принципе, это хорошее место как раз. То есть, не в пользу кого-то получилось. Как я говорил, в финале у нас скитальцы, антигерои и сектанты. Сейчас увидим уменьшение зоны. Да? Ровненько вот куда-то сюда. Ну что, соберет, интересно, сектант эту ловушку или нет? Или это не ловушка будет? Так, вот тут уже антигерой сталкиваю. Но пока тут антигерой не имеет плюс 10, потому что далековато. В трех клетках вот зону он имеет. Собрал, слушайте. И это, походу, не ловушка была. Что мы не слышали этого звука такого. При срабатывании ловушки. Так что, это вот было реальное. Повышение для вертолётика тоже неплохо. Ну, у сектанта всего одна армия, да? И три корпуса. При этом у скитальца Две армии. Два корпуса. Ну, хотя... Тоже выглядит мощно. Вот это интересно. Мне почему-то кажется, что это настоящие посылки. Да, и судя по тому, что поехал сюда... Ну, походу, не успеет её собрать. Вот это настоящая посылка, похоже. А, очень-очень хорошо. Видите, у коричневого, где высаживаться у него есть. Тут никто его встречать не будет. Он красный высаживается. Его и варвары встречают, и антигерой. Это ловушка всё-таки, блин. Это всё-таки лов... А вот тут танк. Так, ну тут коричневого надо забирать. Ещё вертолёт дали. Очень неплохо. Я бы на его месте объединил это в корпус. А, нет, он обплыл. Всё-таки эта ловушка тоже была антигерой. Он просто плавает. Смотрит. Ну, ему не жалко этого посела. Нет, не объединил. Но сектант вот этих юнита, по идее, видит. Вот сейчас так точно стал их видеть. И он, мне кажется, может сюда ядерку. По-моему, он где-то собрал ядерку. И он вполне может сюда кинуть. Три юнита это неплохо. Накроет. Или он напоследок держит эти юниты. Э, ядерки. Да, коричневый тут правильно высаживается. Да, антигерой, мне кажется, всё-таки сейчас уже выглядит как лидер в этой игре. Очень неплохо у него с юнитами. Плюс сейчас он будет плюс 10 иметь. Каждым схлопыванием зоны. Тяжело будет, тяжело. Ну, мне кажется, антигерою имеет смысл просто вот уже сейчас начинать от зоны играть. Не лезть вперёд. У него в трёх клетках плюс 10. Это очень серьёзное преимущество. То есть это, получается, корпус, как армия дерётся. Мне кажется, это ловушка. Это Витя коричневый сюда вернулся вертолётом, чтобы собрать. Хотя, вот тут была не ловушка только, что красный собрал. Да, термоядерка. Да, не зря сходил. Не зря сходил. А... А тут... Коричневый вот только здесь ему можно съехать вниз. Чё-то пока нету столкновений. Всё-таки тут тоже настоящая была. Видите, он тут РСЗО собрал. Ну и, кстати, пока... На всей территории вот лагерь варваров остался. Ещё лагерь варваров. Всё. Больше... Больше собирать нечего. Сейчас в начале хода этого заберёт жёлтый. Всё. Всё. И вот остался один лагерь. В общем-то, и тут, скорее всего, будет всё-таки скитальца столкновение с сектантом. Жёлтый начинает прижиматься к границам. Чтобы больше просто иметь бонуса. Ну, я ставлю на жёлтого всё-таки в этой партии. Вот сейчас я уже... У меня ощущение, что он посильнее. Тут ещё, правда, вопрос. Сколько у кого термоядерок нам этого не показывает? Мы просто не знаем. Точно, как минимум, по одной есть у красного и коричневого. Это у скитальца... А ещё на ловушку нарвался, да? По-моему, у скитальца и сектанта точно есть по одной термоядерке. И я бы на их месте их использовал против антигероев. О! Интересненько. Прямо центр у нас, получается, где-то вот здесь. И тут проблема у коричневого. Ему получается как-то высаживаться некуда. А у жёлтого, у антигероев, практически все юниты в плюс 10 сейчас находятся. Так, объединил он вертолёты в корпус. Ну, вот эти юни... Сектант вот этих юнитов видит. Вот этих он тоже видит. Вопрос, кто ещё вот этот лагерь заберёт. Ну, тут как бы очень много... Варваров. Тут его просто так-то и не взять. Сейчас бы, если кто-нибудь сюда термоядерку бросил, у карасного были бы большие проблемы. Или сюда куда-нибудь. А вот этот жёлтый круг, это как раз означает, что у них плюс 10 тут работает. То есть, те, кто дальше, у них нету этого жёлтого круга. А вот у этих, кто в жёлтом круге, на какие юниты плюс 10 работает рядом с зоной. Мне кажется, сейчас эту группировку красного сектанта в жёлтый завалит. И, кстати, вот эти ещё ловушки жёлтого, я думаю, что вот это как раз ловушки, они ещё и засвечивают территорию, там, где они лежат. Мне кажется, вот тут минус вертолёт. Скорее всего, правда, от фаст-клика зависит, кто первый кликнет. Антигерой или сектант. Так, ну, все уже походили, просто почему-то сектант. Ага. А его, кстати, вертолёт убил варвар просто. Ну, мне кажется, сектанту надо рискнуть, просто попытаться тут что-то взять, но это ловушка, он же не знает об этом. Типа, тут была-не была, тут уже как-то... Тяжеловато эти юниты спасти. У нас, получается, пол карты оставшейся контролирует антигерой, вот так вот. И тут по четверти... Тоже ловушка, это тоже будет ловушка. А тут по четверти, тут скиталец и здесь сектант. Получается так. Нет, он решил не брать эту ловушку. Не хочет. Решил лучше постоять, полечиться. Так, ну, видим, практически всё уже... Всё больше и больше варваров появляется, конечно. Опа, там скитальца прессует. А, два раза убил, убил, кстати, армию пулемётчиков вот здесь, скиталец. Сектанту, но я думаю, что всё-таки на третьем месте будет сектант. Мне кажется, его раньше уконтропупят. Вот именно из-за разделения сил. То есть у него, в принципе, юнитов много и нормальных, но так как они разделены попаланты, тут пощёлкают и тут пощёлкают, и всё. Антигерой решил пофигу идти плюс 10 рядом с зоной, надо валить все юниты, прокачиваться. Что-то термоядерки никто вообще не использует. Особенно удивительно, это... Сектанта, потому что он намного больше видит территории за свои способности. Ему бы уже вот куда-то сюда на жёлтого кидать. Он решил уплыть. Ну это зря. Там явно не будет места, где спрятаться. Так, а тут скиталец ещё поджимает. Ну пока на территории последнее, что можно ещё собрать, вот этот лагерь остался. Больше пока брать нечего. Я помню, это скиталец засветил территорию, где он уже был. Нам сложно понять, где он уже был. Интересно, перемещение антигероя. Татанчик выстрелил по пулемётчику, я так понимаю. Ох, пастклик. Не удалось убить пулемётик. Ну, скитальцу тут, собственно, больше и нечего делать, кроме как сюда напасть. Будет зачищать этих варваров. Всё верно. Сектанту тут вообще нечего делать просто. А тут антигерой пытается уничтожить эту группировку сектанта. Интересное перемещение, но полкарты всё-таки в распоряжении антигероя. Полкарты у антигероя. О, сейчас, сейчас вообще, наверное, две трети карты вот туда, куда схлопывается зона. Это, считай, две трети карты уже у антигероя. В серединке РСЗО будет стрелять. Общественно, есть антигерой. Просто это всё поставил в лечение вот здесь. Ну, лечиться. Вот эти два вертолётика. Ну, в общем, я думаю, тут будет первое место антигерой, второе скиталец, третье сектант. Повлиять на это может только наличие термоядерок. Чё-то скиталец вообще не ходит. Я бы на его месте сюда с этим лагерем пошёл разбираться. Её просто два вертолёта не походило. Ну, давай, надо атаковать пулемёт. Надо, надо уже что-то делать. Так, убили. Ну, да, ловушка. Печально. Ну, всё, больше нету на карте ловушек, больше нету... Вот последний лагерь остался собрать. В принципе, по юнитам-то выглядят все равные, но не забывайте, что плюс 10 у антигероя силы. Просто плюс 10 силы, поэтому я на него и ставлю. Опять же, вопрос в термоядерках. Все берегут как-то до последнего. Видите, не бросают пока. Интересно. У всех по несколько поселенцев. Да, если бы выпал пират, карта для него была полтора. О, отлично. Это забирает коричневый, ведь убился об него, считайте. ПТ. Ну, какая-то очень там, конечно. Вертолет, зашибись. Так, у него две армии вертолетов будет. Не знаю, как он решит её объединить с армией или объединить с этим вертолетом в корпус. Проблема с китайцев в том, что он все свои юниты очень кучно держит. И мы сюда понятиядерка прилетит и практически минус вся его армия получается. Причем термоядерка скорее всего от сектанта прилетит, потому что сектант, наверное, вот это все видит. Не знаю, мне кажется, уже антигерою пора бы держать свои юниты чисто рядом с границей. Где-то смысл ему вот-то прям так территорию контролировать тотально, как он это делает. Причем у него такая... Вот сейчас посмотрим, если это соберет... Да, это настоящее. И, значит, это тоже настоящее, и это тоже антигерой забирает... А, не, стоп! Стоп-стоп-стоп! Тут их четыре появилось, только два груза может прилетать. И это настоящее, значит, вот это ловушки. Вот это и вот это ловушки от антигероя, да. А там танк, кстати, сектанту повезло с танком, конечно. Интересно, почему он решил сюда ловушку антигероя поставить в центре? Чтобы, типа, контролировать центр, смотреть, что там в центре происходит. А, учитанчик больно бьет вертолеты. Ух ты, чуть не убил. Ну, мне кажется, все-таки вот этой группировке должно уже конец прийти. Не знаю, тут его постоянно как-то двигает ими, но скорее всего тут уже так, минус один танчик. Или что тут было? Этому надо высаживаться, иначе тоже уже минус будет. Где-нибудь это, наверное, надо в корпус объединять танки. Ну, этому вертолету скорее всего хана просто самому по себе. Сюда бы вот термоядерку бросить. Куда-нибудь. Я просто думаю, что вот эту территорию ни сектант, ни скиталец просто не видит. Тут просто для них даже туман войны. Они просто сюда даже не заходили. Ну что, эту ловушку скорее всего скиталец соберет, да? Тут так танцуют друг рядом с дружкой. Все перемещаются, чтобы территорию контролировать, а подходить к друг другу бояться. Кто термоядерку бросит? Чего никто не бросает? Точно вот у скитальца прям сто процентов есть термоядерка. Про сектанта я у антигероя просто не видел брал он или нет. По-моему, но мне казалось, что я видел, что и сектант брал термоядерку. Сейчас тут, кстати, видите, сектант лучше место занимает, в том плане, что сейчас скиталец оказывается между ним и антигероем. Ну что, соберет скиталец. А я, ну, по-моему, по мне так это очевидно, что ловушка, потому что ловушки очень, ну, я вообще не помню, чтобы они в целом центре появлялись территория. Они обычно всегда... Не ловушки, в смысле, а эти припасы. Припасы обычно с краю где-то появляются, поэтому, исходя из этого, вот этот должен быть ловушкой. Там, я думаю, коричневому не стоит ее брать, да. Он закончил ход. Все на последних секундах такие кликеры. сектанты. Оу. Но это, это для сектанта проблема, не для антигероя, конечно, много надо подвинуть юнитов, но он все равно около границы себя хорошо чувствует. Скиталец вообще весь находится внутри этой зоны, а вот сектанту надо подходить, из-за этого коричневый просматривает все, спасибо. так подходят подходят танцы вокруг зоны этому вертолетику высаживаться надо либо в следующем о полетела первое ну такое он еще и сучу и свою армию задел не очень удачно мне кажется не очень удачно так долго держал о как антигерой то поймал ну я думаю тут победа антигероя уже не знаю не вижу шансов у других ну давайте досмотрим до конца конечно а а а Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok